Поздравляю всех нас с сегодняшним воскресным днём! Сегодня у нас служба перед началом Великого Поста И сегодняшняя Евангелие напутствует нас такими ёмкими примерами И ёмкими, глубокими, наводящими на размышления фразами Там, где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше Как сегодня мы слышали Наверное, здесь имеется в виду тот выбор Выбор в направлении движения, который стоит перед человеком Выбор между центростремительным движением, идущим к Богу Да и, наверное, к самому себе К своей внутренней сути Получается, что наше движение к Богу Оно как бы идёт к Богу и к самому себе Потому что в центре нас, внутри нас живёт Бог И движение центробежное Когда человек, ускоряясь в движении к своим каким-то замыслам К своим идеям, к своим стремлениям, к своим сокровищам Он как бы удаляется от Бога И удаляется от самого себя в конечном итоге И вот в этом выборе между стремлением к Богу внутрь самого себя И стремлением от Бога, от самого себя Наверное, вот здесь и проходит какое-то действие к спасению или к погибели Какую сторону человек выбирает Когда определяет то, что для него является сокровищем Потому что человек всегда стремится к тому, что считает ценным Если не простите, то не простит ближнему своему То и не простит вам при грешении Отец ваш Небесный Тоже очень глубокая мысль Очень важное направление для осмысления Ведь что стоит за непрощением Когда человек не прощает кому-то Бывает так, что человек даже не прощает и самому Богу Осуждая его за свое состояние Или за какие-то события в его жизни Как бы сваливают вину на Бога В том, что он не принимает божественного промысла Считая, что вот те события, которые произошли в жизни В этом виновен Бог И в этой мысли тоже нет ничего нового Ведь и Адам, когда увидел Бога После того, как они с Евой съели плоды Дерево, стоящего посреди рая Ведь он так и сказал Ева, которую ты дал мне Она научила меня съесть эти плоды То есть мысль эта стара Как старый человеческий мир Попытка обвинить Бога В том, что ты не сделал или сделал сам И, наверное, вот в сути этого непрощения Лежит все-таки несогласие Бунт Когда человек не согласен С действиями какого-то человека По отношению к себе Он не согласен с каким-то событием Случившимся в его жизни Он не согласен со своим состоянием Он не согласен с какой-то частью Божественного бытия Которая выражается в мысли, слове или в деле О его собственном или окружающих его людей Вот это несогласие Это есть свойство И если человек что-то не прощает Он делает это потому Что у него свойство такое Не прощать и быть несогласным Быть протестным И вот если в человеке есть вот это свойство Он не может войти к Богу Потому что он и там найдет причину Быть несогласным Быть протестным Быть осуждающим Поэтому эти вещи Они должны быть абсолютно нам понятны Здесь нет каких-то Каких-то сказочных аллегорий Здесь вполне все просто Протестное отношение по отношению к человеку Как к творению Божьему Оно является свойством И с этим свойством нельзя перешагнуть Границы Царства Небесного Потому что это свойство Также вызовет протестное отношение К какому-либо действию Какого-либо из ангелов Какого-либо из людей Наполняющих уже Наполняющих этот рай Это Царство Небесное Вот перед постом Все эти вещи очень важны Чтобы человек осознавал Что его состояние является Следствием определенных свойств И вот нам нужно Чтобы эти свойства Нами были преобразованы До того, как мы умрем Чтоб мы успели Найти истинное сокровище Найти в себе Смирение И согласие С действиями Бога Потому что действия Бога По отношению к нам Они часто выражаются В действиях человека Другого человека По отношению к нам Они также выражаются В каких-то событиях На нашем жизненном пути И вот со всем этим С действиями людей По отношению к нам И встречающимися С нами событиями Мы должны Выработать согласие С Божественным миром И вот Это очень важно В преддверии поста Потому что наш пост Это и есть Время более тщательной Подготовки самого себя Более строгого Отношения к самому себе Длинный вот этот пост Или не длинный Ну, наверное Сложно это сказать Вот это время До Пасхи Вроде бы оно И небольшое И не длинное Но мы за это время Должны многое успеть Особенно вот Желательно Вспоминать Вот сегодняшнее Евангелие В течение поста Потому что оно Лучше чем Любой другой отрывок Евангельский Подготавливает нас К этому посту Также сегодня Прощенное воскресенье То время Когда человек Вот тот день Когда человек Максимально прилагает усилия С тем Чтобы найти мир Внутри самого себя Мир Не только с ближним У которого мы просим прощения Традиционно В этот день Но и со всеми событиями Которые мы переживаем И будем переживать Чтобы мы восприняли Бога Как действующего Действующего Бога Действующего в людях Которые нас окружают Действующего в событиях Нашей жизни Он действует Он не где-то Он внутри нас И сегодняшняя церковь Истинная церковь Является полем Действия Бога В отличие от всех тех Мнимых Православных церквей От того мнимого Искусственного православия Для которого Бог Это Персонаж Исторический Получается Вот если внимательно Вы посмотрите На того Бога Которого предлагает Официальное православие Он либо в прошлом В евангельских событиях Либо в будущем Ждущем нас На своем суде Его нет здесь Истинное православие Это то православие В котором Бог Является действующей Силой Действующей личности В конкретный момент времени Здесь и сейчас Именно здесь Мы Имеем соприкосновение С Богом Ни в прошлом Ни в будущем Именно здесь В этом и отличие Настоящего истинного христианина И настоящей истинной церкви Событийность Содействие Сомышление И Соучастие Именно сейчас Здесь В конкретный момент времени Всех нас я Поздравляю Наверное с тем Что мы опять вступаем В Великий пост Всем нам я желаю Пройти его деятельным И сегодня В прощенное воскресенье По традиции Также прошу Прощения У всех У каждого члена церкви И не только за Какое-то неправильное Слово Действие Или даже мысль А И за то что Что-то не Не помысленно Что-то не Подумано Что-то не сказано И что-то не сделано Прошу прощения За неправильное действие И прошу прощения За Недействие Там где нужно было Это действие совершить За Такое Камененное Нечувствие Недостаточную Чувствительность К Богу К замыслам Бога К желаниям церкви К потребности К каждого За все это Прошу прощения И Постараюсь И в этот пост Ну и дальше Попытаться Все-таки Быть более чувствительным За мыслом Бога И К пожеланиям церкви Как соборного Общества Нас Православных христиан Прошу прощения Прошу Не простить И Поздравляю Всех нас Причастившихся Сегодня Вошедших Во взаимодействие Путем Поедания Плоти Бога И Пития Его крови В конкретный момент Времени Здесь И сейчас Мы Вошли Во взаимодействие С Богом На нашей Сегодняшней Божественной Литургии Всех нас Я поздравляю С этим С содействием И Всех поздравляю С началом Завтрашнего Завтрашнего Уже Завтрашним Началом Великого Поста Подходите К Кресту